Председатель правительства Павел Прокудин провел оперативное совещание с руководством финансово-экономического блока правительства в центре внимания вопроса исполнения бюджета и социально-экономического развития республики. Снижение доходов зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам, отмечал на совещании министр финансов. Подводя итоги финансового полугодия, министр финансов Ирина Малаканова выразила обеспокоенность низким исполнением плана по доходам. По ее словам, за шесть месяцев в бюджет поступило 64% средств от запланированных. Всего получили на 86 миллионов рублей меньше, и это по сравнению с тяжелым дефицитным 2015 годом. Снижение доходов зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам. Обусловлено это невозможностью исполнения ряда статей, источников покрытия дефицита. В частности, речь идет о возврате средств стабилизационного фонда, которые перечисляли ранее ГУПы. При принятии закона о республиканском бюджете именно этот социально-стабилизационный фонд балансировал доходы с расходами по социально защищенным статьям. И мы видим при недопоступлении средств именно разбалансировку бюджета, то есть не на все социально защищенные статьи у нас имеются денежные средства. При принятии республиканского бюджета правительство предупреждало парламентариев о невозможности поступлений по ряду статей. Однако все объективные доводы не были услышаны. Налицо по доходам план завышен, и его реальное исполнение уже по факту становится под большое сомнение. Кроме того, за полгода экспорт снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Основной спад зафиксирован по электроэнергии и черной металлургии, отметил министр экономического развития. Добавив, на прошлой неделе ведомство выпустило сборник финансовой прозрачности. В данном сборнике в аккумулированном виде приведена информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, финансовые результаты. Все является открытым, доступным для граждан. Данный сборник разослан во все органы власти, в том числе Верховный Совет. И я думаю, что издательство данного сборника является хорошим показателем открытости условий, в которых функционирует наша экономика. На совещании также говорили о текущем финансировании социально защищенных статей. За май зарплата по республиканскому бюджету погашена полностью. Начаты выплаты за июнь. Среди местных бюджетов статья осталась незакрытой в Рыбницком районе. На начало текущего месяца в такой ситуации оказались и Бендера. Однако им удалось профинансировать зарплату благодаря заимствованиям из Дорожного фонда.